Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации... Декабрь далекого 1991-го принес всем жителям тогда еще Советского Союза трагичную весть о распаде единого и нерушимого государства. С тех пор прошло уже более четверти века, и в новой, современной и не менее мощной России успело вырастить целое поколение со своими принципами, взглядами и стремлениями. Теперь это жители другой страны с другими системами и устоями, представители разных поколений, выросших в абсолютно разных условиях, готовы спорить до бесконечности о многих аспектах жизни. Статистика показывает, что объектом наибольшего количества споров становится сравнение советской системы образования с современной. Образование в Советском Союзе было тесно связано с воспитанием и формированием качества личности. Советская школа была призвана не только решать общеобразовательные задачи, обучая учащихся знаниям законов развития природы, общества и мышления, трудовым навыкам и умениям, но и формировать на этой основе коммунистические взгляды и убеждения учащихся, воспитывать в духе высокой нравственности советского патриотизма, чего, конечно же, не хватает современному российскому образованию. Такого мнения придерживается большинство артемовцев, прошедших сквозь все грани системы образования в СССР. Что я могу сказать? Знания нам давали, наверное, одинаково, только почему-то у нас они оказались более глубокие, а сейчас знания очень поверхностные. Вы посмотрите, географию совершенно не знают. Нам здесь написали, мы живем в Красноярский край, город Норильск, нам написали Свердловская область, город Красноярский край. Если человек не знает даже, что Красноярский край – это регион, а город, так что, чего можно говорить? Ну вот сейчас вот к младшему уже под 20, он мне иногда такие вопросы задает, как будто вообще в школе не учился. В то время система образования, я считаю, что она была более правильная. Во-первых, немалую роль сыграла идеология, то есть советский человек, в принципе, идеалы, стремление, чтобы все учились хорошо, тянули, были наставники у двоечников, у троечников, чтобы подтягивали. Сейчас, как сейчас, я не знаю, ну, навряд ли думаю, что это практикуется. Там уже кому как повезет, как с руководителем, как с учителями, где-то, может быть, родители подтягивают. Кому не очень везет, значит, тогда нанимают репетитора. Знания, мне кажется, в наше время, или, может быть, потому что читать надо было, не было никаких подсказок. Более глубокие мы получали знания. Все же и географию мы лучше знаем, и ту же химию, допустим, я валентность до сих пор помню. А что вот у меня внук 8 классов закончил. И надо вспоминать, что такое валентность. Однако представители младшего поколения, рожденные уже в Новой России, рьяно отстаивают противоположную точку зрения. На взгляд молодежи, современная отечественная система образования ничуть не хуже устаревшей советской, а в некоторых аспектах даже лучше. Я училась в лицее номер 21. Больше всего мне нравилась жизнь помимо учебы. То есть праздники, всякие концерты. Очень интересно, на самом деле, в других школах этого нет. Также самоуправление, президент, его помощники. Я до этого училась в 8 школе, там все совсем по-другому. В лицее очень нравится учиться. Очень мне нравится разделение по профилям, так как это действительно позволяет лучше подготовиться к будущему обучению в вузах. Тоже правильно, я считаю. Теперь же уже влюблено все, и не как у них по-новому, и не как у нас. Что хочу сказать о лицее, очень нравится школьное самоуправление. Сам я в нем активно участвую. Это действительно помогает занять какую-то активную политическую позицию среди людей, среди учеников, чтобы мы стали, не знаю, какими-то настоящими гражданинами нашей страны. Искать плюсы и минусы в разных системах образования, конечно, проще, чем самому приложить все возможные усилия к постижению наук. Молодежь Артемовского городского округа на редкость ответственно подходит к процессу обучения и подготовки к предстоящему учебному году, что не может не радовать. Чаще всего, что ищу себе репетитора по математике, иногда сам готовлюсь. Готовлюсь к предстоящим этим экзаменам. Очень много читаю в путешествии. Вот мы недавно путешествовали на поезде. Очень нужно было как-то убивать время. Я очень много читал и немного так подготавливался к будущей программе. Это физика, история. Еще одна тема для осуждения младших со стороны старших – злоупотребление интернетом, социальными сетями и компьютерными играми. Много времени уходит и занимает у молодежи интернет, который, можно сказать, кто-то что-то из него берет и рациональное зерно выуживает и все. А основная масса, вы знаете, это тупые игры. Я просто даже не понимаю, зачем это такая трата времени. Они еще не понимают, как дорого времени. Но не стоит забывать, что у разных людей скорость выполнения одних и тех же заданий значительно отличается. И если ребенок уже приготовил домашнее задание, то он однозначно заслужил небольшой перерыв. В общем-то, я, наверное, положительно все-таки к ним отношусь, так как тоже нужно когда-то отдыхать. Нужно все-таки отвлечься от учебы. И это расслабляет и все равно помогает. Сколько людей, столько мнений. И вряд ли два разных поколения когда-нибудь смогут прийти к консенсусу. В любом случае, главное, чтобы система образования не потеряла своей основной функции – давать детям по-настоящему качественные знания. Я бы с удовольствием вернула школьные годы.